Библейский портал экзегет.ру представляет 92-й псалом. Наши лекции записываются редакцией портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. 92-й псалом не имеет надписания в Масаретском тексте, но содержит обширный заголовок в Септуагинте. За день до субботы, когда земля была населена, песнь хвалы Давида. Главным героем данного псалма является не человек, а Бог. Он царствует над миром. Его могущество превосходит силы природы и силы мировых держав. Шумные, сильные морские волны – это образ бушующих народов. Раз у Господа есть свой дом на земле, значит, есть приближенные ему люди. О последних здесь ничего не говорится, но они подразумеваются, поскольку именно они воспевают в данном псалме его святость на долгие дни. В данном псалме категории вечности и времени идут бок о бок. Престол вечного Бога утвержден искони, созданная им вселенная не подвигнется. Миру людей, напротив, присуща временность и непостоянство. Люди бушуют, поднимают мятежи, и даже приближенные к его дому созерцают его святость не вечно, но лишь долгие дни. По жанру данный псалом можно назвать теократическим. Он, как и некоторые другие псалмы, делает акцент на словах «Господь царствует». В теократических псалмах Господь сидит на престоле, носимом херувимами, могущество его на облаках, величие его над Израилем. Теократия Бога над Сеоном явилась в том, что он вывел народ из Египта, потопив врагов в море, дал ему внешний закон социальной жизни и дал внутренний закон, написанный на сердце. Он не оставляет попечения о своих людях, но пасет их, как пастырь добрый, покоит на злачных пажетях, водит к водам тищим, подкрепляет душу, направляет на стези правды. Центральной темой мессианских псалмов является царь-помазанник, который правит над всеми народами из Сиона. Бог творит милость своему помазаннику Давиду, его потомству, отвечает ему со святых небес, дает спасительную защиту. Когда на помазанника восстают князи земли, он сокрушает их жезлом железным. Может случиться, что Господь прогневается на своего помазанника, но ради Давида он все равно не отвергнет свое лицо, на помазаннике будет сиять венец его. Теократические и мессианские темы часто встречаются в пророческих книгах Ветхого Завета, но определить места их пересечения можно только в контексте истории исполнения пророчеств. Например, слова «Сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих» из 109-го псалма. Могут интерпретироваться как мессианское пророчество о благочестивом государе, которому Бог помогает одолеть врагов. И однако же в контексте евангельского благовествия эта цитата служит подтверждением не только мессианского достоинства Иисуса, но и его превосходства над Давидом, над самым достойным из государей, над тем, кто в первую очередь в псалмах называется помазанником. Таким образом, сближение теократических и мессианских пророчеств из псалмов возможно только в обратной перспективе. Если поверить, что чаемый помазанник – это Иисус, следовательно, сказанное в псалтыре о Мессии интерпретируется как сказанное о Христе. Согласно Никио-Цареградскому символу веры, Христос является единосущным Богу-Сыном, а следовательно и Богом, воплощенным в человеческой плоти. Этот постулат веры дает право христианам интерпретировать не только мессианские, но и теократические места из псалмов, сказанные об Иисусе Христе. Так, например, исключительно теократическое, на первый взгляд, выражение из 44-го псалма «Престол твой Божий вовек» интерпретируется автором послания к евреям как речь, сказанная о Сыне Иисусе Христе. 92-й псалом написан до воплощения Бога Слова. В нем прославляется Господь как победитель природных стихий и бушующих народов. Хотя родтолкователи, опираясь на греческие заголовок, склонны датировать псалом эпохой плена, когда народом правил царь не из числа потомков Давида. Однако общий дух повествования говорит о том, что основные его идеи были взяты из книги «Исход», когда Господь сам рукою крепкую и мышцей высокую выводил народ из Египта. Рассмотрим детальное содержание псалма. Первые два стиха. В отличие от земных царей, царства которых подобно песчаным замкам, Господь является царем вечным на вечном престоле. Хотя первые стихи псалма говорят о вечности и незыбленности его царствования, он от века, его престол искони, нередко воцарение Господа рассматривается как точка отчета новой эпохи, историческое событие. Поэтому слово «воцарился» лучше понимать не просто, как «вошел на трон», но стал царствовать, вмешиваться в дела людей. Воцарение Господа по псалмам – это всегда радость, прекращение мятежей и суд над народами земли. По пророку Исаия, когда Господь Савов воцарится на Сионе, покраснеет луна и устыдится солнце. По горам побежит благовестник, возвещающий мир, благовествующий радость, проповедующий спасение. По откровению Иоанна Богослова с воцарением Вседержителя двадцать четыре старца пали на лица свои и поклонились Богу. Подобно сильному грому раздался голос многочисленного народа Аллилуйя. Если говорить о буквальных совпадениях между текстом данного псалма и текстами Нового Завета, то, конечно, буквальной такой фразой будет фраза из второго стиха, связанная с престолом Божиим, утвержденным навеки, которая встречается в сорок четвертом псалме и в первой главе послания к евреям. «Престол твой Божий искони». Если же говорить о том, как мы в пророческих книгах видим встречу воцарившегося Господа, как Его встречают, что это несет, какие последствия для людей, как они это переживают и воспринимают, то тут действительно в параллели стоят тексты книги пророка Исаии и Откровений Иоанна Богослова. Что мы встречаем у Исаии? Мы встречаем указания на некие природные катаклизмы, некие поражающие воображения явлений на небе. «Покраснеет луна и устыдится солнце», с одной стороны. А с другой стороны, нечто, что будет связано с землей. Побежит по земле благовестник, который будет возвещать радость, проповедующий спасение. У Исаии эти два образа переплетаются. Итак, с одной стороны, воцарение Господа – это какие-то масштабные мировые катаклизмы, с другой стороны, воцарение Господа – это радость для людей, возвещение этой радости мы называем благовестью. То же самое совпадение двух образов мы встречаем и у Иоанна Богослова в его Откровении. С одной стороны, вчитываясь в текст, мы видим некие природные катаклизмы. Сначала происходит что-то на небе, а потом воцаряется Господь. И не только падают на лица 24 старца, но мы в последующем увидим в Откровении еще и многие сонмы мучеников под престолов Вседержителя, одеты в белые одежды, которые приветствуют Его, а заканчивая с Откровения вообще словами «Ей гряди, Господи Иисусе», в которых мы узнаем некое радостное приветствие, созвучное с древнееврейским «Аллилуйя» «Ей гряди, Господи Иисусе». Итак, я применил здесь цитаты из книг пророческих Ветхого и Нового Завета, чтобы показать, какие последствия воцарения Господа ожидают людей. Итак, Господь воцарился. Для нас это не точка отсчета во времени. Не было времени, когда бы Господь не царствовал. Но в какой-то момент Он начинает действовать. Его действия могут сопровождаться этими двумя аспектами. Кстати, возвещая о втором славном своем пришествии, в Евангелии мы находим слова Иисуса Христа, который говорил следующее, что солнце помрачится, а вот и луна не даст света своего. Итак, предвестниками того, что будет происходить на земле, являются какие-то масштабные катаклизмы. И будут повсюду глады и моры, восстанет царство на царство, язык на язык и так далее. Начнется время болезней. Итак, мировые катаклизмы, они могут сопровождать появление Бога. Его явление – это всегда явление масштабное. Вот как Господь явился Моисею при Неополимой Купине, и нам кажется, ну что там, кустик горел, и Моисею казалось, что он просто от него не обжигается. А потом Моисей пришел с Богом в Египет, и там этих десять кар, включая умерщвление первенцев, вот уж Господь себя так явил в этих катаклизмах. А потом, когда переходили через Черное море, это событие настолько шокировало израильский народ, что они до сих пор вспоминают об этом чуть ли не каждую субботу. Когда вода стала сюду и сюду, Израиль прошел посоху, а море потопило фараона и всадников его. Это действительно был такой огромный масштабный природный катаклизм. Кстати, Черное море, точнее по еврейскому тексту, Камышовое море. Вот это указание на Камышовое море, все ищут тот самый узкий перешейк, который приходили евреи. Кто-то думает, что это Нил, один из его притоков, якобы они посоху перешли. Кто-то говорит, что это устье Красного моря. Но как Камыши могут расти на море, такой вопрос загадочный. Псалом говорит о том, что поднялись реки. Третий стих. Однако по смыслу понятно, что псалмопевцу важен не разлив той или иной широкой реки, а символ тех стран, которые начинают распространять свою власть вне границ своих берегов, поднимая свой горделивый голос и волны смятений. Такими широкими реками, которые были символами стран, согласно пророкам, являются Нил, Ефрат и Тигр. Образ моря и особенно чермного моря, который Господь покорил своим голосом, также служит указанием не столько на природные стихии, сколько на враждебное царство. Откровение Господне – это не только свидетельство о чудесах. Это откровение закона, набор постановлений завета Бога с человеком. Кто-то может сказать, что в последнем стихе видится резкий переход от прославления величия Бога, его господства в мире природа к описанию его дома с намеком на Сион и его заповедей, с намеком на Израиль. Однако здесь, как и в других псалмах, есть прямая связь между тем, как проповедуют о славе Божьей небеса и как возвещают об этом люди. Бог правит миром, его царство, сила и слава во веки веков. Но он любит творение рук своих и потому не оставил человечеству погибать от своих собственных злодеяний. Он выбрал один народ, дал ему заповеди, и сам пришел, чтобы жить со своими избранниками, освящая тем самым и свой дом на земле, и свой народ. Повторяя ту же самую тему теократического правления Бога над своим народом, авторы Нового Завета включали в состав теократии Божией царствования Иисуса Христа на земле, а в состав избранного народа всех уверовавших в Него. Одним из важнейших свидетельств о встрече теократических тем Библии с мессианскими являются, пожалуй, слова святого Иоанна Богослова. «И слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь речь идет, конечно, об Иисусе Христе, который, с одной стороны, является Мессией, потомком Давида, а, с другой стороны, единосущным Отцу Богом. Благодарю за внимание.